Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс и в этом видео мы с вами посмотрим на новый магазин Xbox, который будет еще и в Xbox Series X и в Xbox Series S, ну а также посмотрим на новое приложение, мобильное приложение Xbox на смартфоны. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите 90 дней подписки Яндекс Плюс совершенно бесплатно по моему промокоду. Активируй и пользуйся! Так, начнем мы с того, что буквально вчера прилетел новый магазин Xbox, если что, он перед вами. Весь этот интерфейс, он стал гармонично смотреться со всем интерфейсом вообще, вот, и как бы мне магазин на первый взгляд очень понравился. Вот так вот выглядят вкладки, если что, магазин раньше был совершенно другой, он больше, наверное, был склонен именно, чтобы мотать вниз, теперь же тут появилась боковая вкладка, которая, в принципе, удобная. Чтобы найти какие-то новые игры, просто кликаем игры, новые игры и вауля. Справа у нас показывается мини-трейлер данной игрушки и снизу у нас цена игры. Вот, кстати, рассматривая данную панель, на мой взгляд, она стала хуже. Почему? Потому что она в себя вмещает, по сути, одну строчку. На мой взгляд, было бы прикольнее, если бы видоса вообще бы не было и были просто панельки с играми и с их ценами. Потому что смотреть на одну строку и крутить все время вниз, ну, лично мне некомфортно. Насколько я помню, в старом сторе влезало на экран больше игр. По-моему, где-то 2-3 строки. Здесь же одна и немножко вот этой. На мой взгляд, это минус. Давайте, например, ну, в какую-нибудь игру, к примеру. Chaos. Ага. Когда мы врубаем, по ходу, игру с каким-нибудь изданием, нам показываются сразу же все издания. На мой взгляд, это плюс. Потому что раньше было не так. Раньше показывались лишь во вкладке, типа, похожие или включает в себя. Это, на самом деле, плюс. Ладно, давайте посмотрим. Вот так вот выглядит страница, на которой мы все это покупаем. В принципе, опять же, она очень красиво выглядит. Реально классно. Единственное, меня интересует... Вот, вопрос описания главная и дополнительная. Вот это, на самом деле, они намного удобнее сделали. Поскольку здесь, скорее всего, будет абсолютно все видно. Потому что раньше было сложно разглядеть, что и как. Плюс, Store всегда лагал. Лагал не просто подгружался в долг, хотя и это была явная проблема. Но еще и в том, что ты, например, хочешь зайти в клубы, а он тебе не получается зайти в клубы с первого раза, потому что он перескакивает в вкладки. Теперь же, мне кажется, такой проблемы не будет. Также мы можем заметить, что сохранилась функция купить в качестве подарка. Давайте попробуем, как это сделать. Интерфейс тоже, да, здесь изменили, он стал прикольнее. Так, ну а давайте теперь сейчас попробуем что-нибудь предзаказать. Если что, так же у нас осталась корзина. И если что, вот это самое главное, потому что многие спрашивают, а как же активировать тот или иной код, можно активировать через Store. Через Store он активируется теперь вот здесь. То есть, просто вводите какой-нибудь кодик, активируйте и без проблем пользуйтесь тем, что сделали. Насколько я сейчас услышал, у Store появился новый звук. Не сказать, что это какое-то клевое нововведение, на которое нужно обратить внимание, но так оно и есть. Так, давайте в качестве приложения посмотрим. Для геймеров популярно попробуй бесплатно. Вот, кстати, ну-ка, в играх есть такое? Топ бесплатных, да. У меня, кстати, очень много человек спрашивал о том, вот, блин, чел, подскажи бесплатные игры. Вот они. Просто врубайте топ бесплатных. И вауля. Все вот эти игры вы можете скачать бесплатно. Конечно, во многие вы не поиграете без подписки Xbox Live Gold, по типу того же Fortnite, но так или иначе, игры фри-то-плейные. Ладно, давайте что-нибудь предзакажем. Это вот как раз-таки новые игры. То мы, что мы, что мы предзакажем сегодня. Мы, давайте предзакажем... Ну, киберпанк. То, что у меня уже третий раз летает предзаказ из-за того, что они, ну, что-то там изменяют. Вот, и давайте предзакажем. Ну, вот на мой взгляд, данный интерфейс, он поприятнее. Не знаю почему, но прикольнее. Давайте покупаем. О-о-о! Вы тоже услышали этот звук покупки. Он довольно-таки приятный. Не, ну, в целом прикольно. Давайте еще зайдем в приложение. Ну-ка, для геймеров мне просто очень интересно, что это за такие приложения. Dolby Atmos. Upload Studio, который давно не обновлялся. E-Play. Ну, короче, очень мало приложих. Но так или иначе они и есть. Жалко, конечно, что все и клиенты у многих убрали. Но лично у меня он остался. На одном Xbox. На втором я все еще не перенес, поскольку у меня нету жесткого диска. А так, ребята пишут, что действительно может перенести. Ну, в принципе, наверное, это все какие-то нововведения. Если, опять же, делать какой-то вывод о магазине, он стал намного быстрее работать. То есть, прогрузок практически нету. Да, он может быть немножко в отклике не такой быстрый, как хотелось бы, да. Но так или иначе он стал намного лучше. Самое главное, он стал красивее. И в некоторых моментах удобнее. Но вот что неудобно, вот единственный минус, который я вижу, так это тогда, когда вы открываете вот список игр и начинаете листать. То есть, у вас видно всего лишь одну строку. Хотелось бы как-то быстрее, но что есть, что есть. То есть, чаще всего, на самом деле, игры я смотрю через мобильное приложение, которое, по сути, мы уже совсем скоро пойдем обозревать. Короче, Microsoft Store стал действительно клевый. Им стало удобнее пользоваться из-за вот этих вот вкладок, потому что раньше эти вкладки нужно было листать вниз. Вот этот список все время перед глазами, его не надо листать вбок. И то есть, как по мне, это намного комфортнее, чем было. Вот, но мне больше всего понравился, конечно, дизайн магазина. А именно задний фон, который все время как-то двигается. И, наверное, цветовая гамма, вот эта вот, я не знаю, как ее даже обозвать, но, короче, красивенькая. И давайте сейчас перенесемся в приложение Xbox на смартфон. Если что, оно тоже получило обновление, но пока она находится на стадии бета. И, скорее всего, всем она будет доступна именно на нормальном приложении. Ну, скорее всего, где-то к 10-му числу. Ну, а теперь мы обозреваем новое приложение Xbox. Если что, его могут скачать абсолютно все, у кого есть смартфон. Заходите в магазин своего смартфона и набираете Xbox Bet. Если что, в режиме бета данное приложение могут посмотреть все. На первый взгляд, оно дико поменяло интерфейс. Абсолютно, если сравнить с прошлым, то вообще это небо и земля. По сути, данный интерфейс, он стал гармоничен с тем, что сейчас есть на Xbox. Вот, и на мой взгляд, первый минус, который я успел заметить, так это отсутствие стора. Я, если честно, его сейчас не вижу стора вообще, потому что раньше в приложении можно было посмотреть какую-то игру и можно было ее купить. Я раньше всегда так делал, когда, например, сидел на работе, что-то там копался, в итоге включал, смотрел какие-то новые игры и покупал через телефон. Сейчас я этого не вижу. Давайте попробуем набрать какой-нибудь там... В принципе, с этого приложения можно качать. Это, по сути, было и в прошлом. Но самое главное, можно ли купить. Так, давайте теперь посмотрим на Dior 5. И попробуем. К сожалению, почему-то данные игры вообще не работают. Опять же, склоняемся к тому, что это бета, что просто это не завезли. Но надеюсь, что завезут в стор, потому что сейчас его нет. Так, что может посмотреть еще? Вот так вот выглядит вкладка «Друзья». Здесь есть чаты открытые и то самое. Давайте, например, посмотрим кого-либо. Давайте, виджело, посмотрим, как он выглядит. Он выглядит, в принципе, вот так. На мой взгляд, опять же, интерфейс стал красивее. Но он стал неудобнее, поскольку на экране помещается как можно меньше информации полезной. То есть, например, сведения. То есть, эти сведения нужно отматывать вниз, посмотреть подписчиков, недавних игр. Вот засранец играл в Ходсот, а Ходшота меня не позвал. Если ты смотришь, ты засранец. Так, и главное. А в главном у него как будто вообще не написано. Пригласить команду, удалить из избранного, отменить подписку. Но это, видимо, удалить из друзей. И понятно. Вот так вот выглядит мой профиль. Здесь, в принципе, ничего интересного. Я сюда ничего не выкладываю. Вот, сведения биографии. Кстати, у него почему-то биографии не было. Опять же, смотрим на то, что это бета. Все подвезут. Так, моя библиотека. Вот это вот поинтереснее. Здесь есть клипы, есть мои консоли. Давайте подключимся, к примеру. О! А вот это прикольно. Это, по сути, в приложение сразу же интегрировали Xbox Streaming. Не думайте, что это xCloud. xCloud это тогда, когда вы играете в игры через сервера. Здесь же вы играете через свой Xbox. Скорее всего, через домашнюю... Все равно продолжить. Запусковый устройств не удалось. К сожалению, сенсорное управление не работает. Не знаю, почему они не могли это совместить. Но если мы, кажется, подключим геймпад, то все будет нормально. А давайте сейчас попробуем переключиться на мобильный интернет и посмотреть, будет ли у нас работать. Нет, только, к сожалению, в домашней сети. Хотя давайте еще раз попробуем. Мало ли. Нет, все отлично. Даже, по сути, будучи находясь на работе, вы можете без проблем запустить интернет на работе и поиграть. Самое главное, чтобы у вас была включена консоль. Это здорово. Классно, что интегрировали не в отдельное приложение, а интегрировали как раз-таки в данное приложение. На мой взгляд, это удобно и прикольно. По сути, это практически та же функция, что и у PlayStation. Я не помню, как это называется. По-моему, PlayStation Remote Play. Показывает также, сколько свободного места на консоли. Это, кстати, очень плюс. Было бы очень классно, если бы можно было через приложение управлять им. Да, не таким образом, а вот именно, чтобы видеть экран. Ох, нифига себе! Вот-вот, а про что я говорил. Очень-очень классная тема, потому что, когда я вот раньше сидел на работе, хотел скачать какую-то игрушку, посмотреть, что у меня есть на консоли, и удалить. И чтобы не просить, по сути, там, девушку или брата, я теперь могу это сделать все сам. На мой взгляд, это очень клевая тема, потому что выходит какая-то новая игра, или ты хочешь поиграть, постримить игру в другую, ты берешь, заходишь, нажимаешь удалить и фигаришь. Это вообще здорово. Вот, кстати, вот этой фичей я капец как рад. Вот прям нереально. Подключиться к другой консоли, и, наверное, здесь все, что интересно. Также, кстати, есть команда, и поговорить через телефон. На самом деле, данная функция иногда спасает капитально, потому что иногда команды тупят, у кого-то нету там гарнитура на Xbox, или она плохо работает, просто врубаете мобильный телефон, заходите в команду, приглашаете своего друга, он заходит, подключаете сюда к наушнике, либо беспроводные наушники, и общаетесь в чате. Вот, но, опять же, пока мне кажется, вот этот интерфейс красивым, но неудобным. Неудобным. То есть, почему-то вот все оповещения, все это слишком громоздкое, и не отражает всей сути. Давайте вот Marvel, к примеру, посмотрим. Загрузите на консоль. Кстати, странно, что он не показывает, что она уже загружена. Но, опять же, ничего особо неинтересного. И если делать какой-то с этого вывод, то скажу, что интерфейс стал красивее, но, пожалуй, не таким удобным, как раньше, потому что раньше интерфейс, он, там слева были вкладки, там клипы, магазины, и тому подобное. И было как-то удобнее все находить, нежели здесь. Также здесь нету стора, и, на мой взгляд, отклик самого приложения, опять же, это бета, не сильно придираемся, на мой взгляд, ну, такой, немножко заторможенный. Хотелось бы быстрее. Если это приложение отполирует, добавит сюда стор, ну, пожалуй, это будет самое офигенное приложение. Также, я думаю, что в любом случае в нем будут какие-то изменения, потому что на данном этапе все выглядит как-то громоздко и, пожалуй, неудобно. То есть, большая игра, ни друзей, ничего, ну, как-то вот то приложение, вот, на мой взгляд, было лучше. Напишите, конечно, свое, но я пока остаюсь при таком мнении, потому что, ну, потому что как-то так. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос, если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а самое главное, пишите свое мнение о данном магазине и о данном приложении. Просто интересно почитать другое мнение, поскольку данное приложение и данный магазин он мне понравился и в то же время не понравился. Надеюсь, что его допилят и они будут просто превосходные. Короче, большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч.